Мой доклад будет не про политику, как сказал Леша, поэтому он будет скучным и коротким. Значит, так, можно мне слайды? Так, значит, речь пойдет про такую инициативу, как сегмент-раутинг. Насколько я помню, на одном из предыдущих неногов была специальная сессия, посвященная сегмент-раутингу, и про его конкретное применение, агросперинг-инженеринг. Так, где у меня? Вот этим, да? Отлично. Так, наверное, мне стоит напомнить просто в двух словах, что такое сегмент-раутинг. Сегмент-раутинг – это форма source-раутинга. То есть, когда мы задаем путь пакета через сеть, некоторым явным образом и несем эту информацию непосредственно в самом пакете. Сейчас, на настоящий момент, специфицированы две опции реализации сегмент-раутингов в дата-плейне – это его реализация с помощью MPLS и с помощью IPVSX. Его реализация с помощью MPLS крайне простая и элегантная. Вообще, о чем сегмент-раутинг? Мы к каждому пакету привешиваем специальную форму заголовка, в которой перечисляем последовательность так называемых сетевых сегментов, через которые должен пройти наш пакет. Этим сегментом может быть отдельный линк, этим сегментом может быть отдельный узел или там что-то еще. Соответственно, заголовок source-раутинговый содержит последовательное перечисление этих самых сегментов. Когда мы реализуем сегмент-раутинг с помощью MPLS дата-плейна, все предельно просто и элегантно. Наш MPLS стэк является тем самым перечислением этих самых сегментов. И каждый из ЛСРов в нашей сети обрабатывает MPLS-пакеты точно так же, как он обрабатывал их всегда. Для IPv6 там вводится специальный заголовок, который также перечисляет эти самые сегменты. Идея очень простая с точки зрения дата-плейна. С точки зрения контрл-плейна, соответственно, наша задача – это, во-первых, аллоцировать эти самые сегменты, сегменты ID, то есть какие-то имена для них, распространить их и позволить нашим узлам, которые посылают пакеты, собственно, добавлять нужный заголовок. Вот, значит, так, минуточку. Так, а, вот, просто у меня тут слайды немножко перестанут. Значит, теперь я про саму проблему, которую мы решаем с помощью вот этой самой конструкции. У нас есть наша сеть, наша автономная система, и у нее есть внешние соединения. Перинь, ябстримы, клиенты, неважно. Мы должны делать выбор точки выхода. Мы должны это делать гибко. Мы должны это делать, разделяя непосредственно полиси и непосредственно реализацию этого, что ведет нас к некой централизованной архитектуре, когда мы должны разделить, не реализовывать decision process на каждом узле, а мы должны его централизовать и принятые роботинговые решения распространить в наши узлы, которые являются источниками трафика. Это могут быть просто ингресс-узлы, когда к нам приспалит какой-то внешний трафик, или это наши узлы-источники как агентного трафика, как, например, в нашем случае. У этого решения три компонента. Первое. Для того, чтобы принимать это самое роботинговое решение, нам нужно взять нашу внешнюю топологию, то есть информацию о наших линках к пирам, о наших BGP-сессиях и передать их в некоторый наш централизованный контроллер, который принимает роботинговые решения. Вот в этом моменте мы как раз и аллоцируем эти самые сегменты, про которые я говорил до этого. Естественно, мы должны их аллоцировать и мы должны передать их в этот самый централизованный контроллер. Второе. Непосредственно сам, само принять решение с помощью какой-то возможной дополнительной информации и непосредственное распространение принятого роботингового решения на наши узлы и источники трафика. Так, вот шаг номер раз. Это аллокация сегмента ID. То есть тех штук, которые мы записываем в пакет, когда мы задаем source-out. В данном случае мы используем три вида сегмента ID. Peer node seed – это ID, идентифицирующий нашего конкретного пира. Peer-adjusted seed – это SID, идентифицирующий наш конкретный линк. Почему они разные? Понятно, у нас стандартная конструкция, несколько SMP-линков, BGP-сессия одна, то есть peer-один. Но мы хотим быть достаточно гибкими, чтобы мы могли выбирать один из параллельных линков к данному пиру. Поэтому, когда у нас есть, например, два SMP-линка к одному пиру, мы аллоцируем, соответственно, три SIDа. Peer-adjusted seed на один линк, peer-adjusted seed на второй линк и peer-node seed на Adobe GP-сессию. Соответственно, и третий тип – это peer-adjusted seed. Мы с помощью локальной конфигурации на нашем узле можем определить некоторое множество peer-node seed или peer-adjusted seed и ссылаться на него как на нечто одно целое. Вот такие seed будут… Соответственно, аллоцируется метка в случае реализации сегмент-раудинга на MPLS-дата-плейне. Это просто метка MPLS-ная обычная, никаких хитростей. И, естественно, при локации каждого SIDа игросраутер просто программирует собственный датаплейн самым простейшим образом. Он берет вот эту метку, которую он только что аллоцировал, и на нее вешается действие, что она снимается и форвардится вот туда-то, либо, естественно, в peer, либо в интерфейс, либо балансируется по членам peer-sets. Вот, собственно, то, что я рассказал. seed аллоцируется, когда у нас останавливается BGP-сессия, вот второй пункт, это я тоже уже рассказал. Ну и, да, соответственно, peer-sets не аллоцируется автоматически, для peer-sets необходима локальная конфигурация. Дальше. Когда GRS-узел аллоцировал те самые SID, то он должен распространить, доложить об этой информации, этому самому централизованному контроллеру. Для этого есть отдельный драфт. Это модификация BGP-LS, BGP-LinkState. Здесь мы от GRS-узла доносим информацию о том, что у нас есть, во-первых, вот такие peer-ы и такие линьки. Они имеют такую-то полосу. Мы доносим информацию об SLG. Ну и, естественно, там же мы доносим информацию о только что аллоцированных SID. В этом самом централизованном контроллере, который принимает роднинговые решения, он может принимать во внимание, на самом деле, очень много всякой разной информации. Он, ну, понятно, он должен принимать определенную информацию, то есть ту, которую мы донесли от него от GRS-узла, потому что только что рассказал про сами SID и нашу внешнюю топологию. Он должен знать про то, что нам наши соседи анонсировали, то есть про все BGP-пути, которые у нас, в принципе, есть и из чего мы можем выбирать. Для этого нам нужен совершенно обычный IBGP, то есть здесь ничего не перестраивается, ничего нового не стандартизируется. Кроме того, он может принимать во внимание, должен принимать во внимание внутреннюю топологию, которую он точно так же получает с помощью того же BGP-LS. Также он может принимать во внимание матрицу трафика, то есть когда мы знаем, что вот отсюда нам нужно столько-то полосы туда. Ну, не знаю, все что угодно. Еще, не знаю, текущее измерение SLA. Все что угодно. То есть любая другая дополнительная информация, которая вам поможет принимать правильное решение. Само непосредственно принятие решение Родингово мы не стандартизируем. И третий последний шаг. Принятое Родинговое решение нужно распространить на ингресс-узлы. Для этого существует, опять же, мы тут не придумаем ничего нового. Мы предлагаем использовать уже существующие механизмы. Мы можем использовать, прийти на ингрессный узел нет-конфим. Мы можем туда послать лейбл-уни-каст маршрут BGP-3107. Мы можем послать VPN-ный маршрут. Мы можем даже флоу-степом, например, прийти. Хуже того, open flow. То есть любым способом, которым мы можем запрограммировать принятое Родинговое решение на ингресс-узлы, он годится. То есть это, опять же, не предмет для стандартизации. В нашем документе мы это перечисляем для сгубления информационных целей. Собственно, понятно, годится любой способ, который может донести очень простую информацию. Вот этот префикс нужно перелать пакетики туда, вот с таким-то МПЛС-теком. Всё, другой информации там нет, и ингресс-узлы ничего другого знать не нужно. Вся вот эта конструкция описана в свежеопубликованном драфте, который был выложен вчера. Ну и, в общем-то, это, наверное, всё, что я хочу сказать. А, нет, могу дополнить, собственно, в чём достоинство вот такой конструкции. Мы не переделываем почти ничего. Мы не требуем переделать структуру IBGP. Мы не переделываем, мы не требуем специальной конфигурации делать next-hop-self на border-аутере, не делать его, это всё не меняется. Эта конструкция может быть применена селективно, не ко всем префиксам, а только к нужным. То есть она позволяет развертывание только там, где надо. И, естественно, не требуется никаких модификаций на ингресс-узле. То есть все модификации, всё, что новое начинает проходить, всё происходит только на ингресс-узле. Ну и, естественно, на контроле. Я? Всё. Вопросы? Так, прошу. Вот микрофон есть. Павел Луненко, по листам, я правильно понял, что вся эта история не… Ну, в существе касается только транспортных туннелей и логики транспортных туннелей. И вообще говоря, в общем случае не предполагает изменение глубины МПЛСного стека в фородинге. Нет, там добавляется, по крайней мере, одна метка в дополнение к тому, что мы… Эта метка, она идентифицирует непосредственного пира или непосредственный линк, внешний линк. То есть при этом обычные транспортные туннели в МПЛСном ядре, они так и сохраняются, да? Нет, если ты хочешь, ты можешь сохранить. Но на самом деле лучше бы ты сделал внутри тот же самый сегмент раутинг, но только внутренний. Но на самом деле, насколько я понимаю, это развертая история. Это разные истории, просто вот эта история, она просто с ним хорошо интегрируется. Нет, если хочешь, ничего не мешает это интегрировать с твоими обычными RSVP-сигнал туннелями. Здесь нет никакого противоречия. Спасибо. Даниил, приветствую. Короткий вопрос. А в чём принципиальные выигрыши, отличия от RSVP-TE explicit pass? Во-первых, RSVP-TE explicit pass – это трафик инжиниринг внутри нашей сети. Эта конструкция позволяет нам задать внешний выход, то есть идентифицировать линк, который между нами и соседом, который в RSVP фитегрировать не может. Спасибо. Данил, короткий вопрос на самом деле. Коллеги, ну прошу прощения, но при этом самое, представляйтесь, не все знают. Представился. Так вопрос вот какой. Стандартная схема с destination routing'ом имеет кучу, конечно, недостатков, но достоинство то, что в любой точке маршрутизации решение принимается по самой свежей информации. Проблема с source routing'а известная в том, что пакет, получив информацию о source routing'е, дальше во время своего пути никак не апдейтится на тему того, что что-то в этот момент могло поменяться. Вот здесь будет это свойство или оно как-то обойдётся? Оно обойдётся в некотором лимитированном варианте. Поскольку времени у меня было всего 15 минут, я вообще вопрос про fast route пропустил. Кто заглянет в драфт, тот его там увидит, он там большой. То есть на каждом YS-узле мы можем инсталлировать дополнительный запасной путь. То есть дойдя до YS-узла, и если что-то там поменялось, уже больше некуда фарвардить, мы можем уйти на запасной путь, который уже запрограммирован в конце тоннеля. Но вообще, да, общее замечание о том, что source routing'е обладает вот таким свойством, это правда, он им обладает. Коллеги, тишина. Тише, чем во время выступления, честное слово. Так, ну насколько я понимаю, что сейчас, Данилу, вопросов больше нет.